Убей жир. Углеводное чередование. Все просто. Ты будешь чередовать дни с низким и высоким содержанием углеводов при достаточном потреблении белка и минимальном проценте жиров в рационе. Таким образом, ты заставляешь работу свой инсулярный аппарат в особом режиме, что вызывает мощный анаболический отклик организма. Кажется сложным? Только на бумаге. Зато потери мощной ткани при этом исключены. Один цикл составляет 4 дня. Количество таких циклов от 7 до 14. Приступай. Потребление углеводов на среднем уровне 3 г на 1 кг твоего веса. Потребление белков умеренной 2 г на 1 кг твоего веса. Низкое потребление жира 0,5 г на 1 кг твоего веса. Твой организм получает достаточное количество энергии для поддержания жизненно важных процессов. Приемы пищи должны быть частыми от 4 до 6 раз в день. Потребление углеводов на низком уровне 1 г на 1 кг твоего веса. Потребление белков высокое. 3 грамма на 1 килограмм ТВ-веса. Низкое потребление жира 0,5 грамма на килограмм ТВ-веса. В этот день ты ограничиваешь потребление углеводов. Высокое количество белка защищает мышцы от использования и в качестве источника энергии. Низкое количество поступающих с пищей углеводов и жиров заставляет организм использовать для энергетических потребностей подкожный жир. Потребление углеводов на низком уровне 1 грамм на 1 килограмм тв его веса. Потребление белков высокое 3 грамма на 1 килограмм тв его веса. Низкое потребление жира 0,5 грамма на 1 килограмм тв его веса. Полностью повторяет режим второго дня. Организм израсходовал в качестве топлива глюкозу, накопленную в крови. Затем гликоген из печени и мышцы на полную мощь начинает использовать излишки жира. Жиры расщепляются на глицерин и жирные кислоты, которые в свою очередь, окисляясь, преобразуются в глюкозу. Потребление углеводов на высоком уровне от 4 до 7 грамм на 1 килограмм тв его веса. Потребление белков среднее 2 грамма на 1 килограмм тв его веса. Низкое потребление жира 0,5 грамм на 1 килограмм тв его веса. Это самый приятный день цикла. Умеренное содержание белков оправдано высоким количеством углеводов. Организм пополняет опустошенные гликогеновые депо. Мышцы, нуждающие в восстановлении, активно используют углеводы и превращение их в жир не происходит. Мышцы буквально набухают, так как 1 грамм гликогена связывает 4 грамма воды. В этот день хорошо провести интенсивную тренировку. Суть такого чередования в том, что организм не адаптируется к постоянному количеству калорий. И метаболизм не замедляется, а наоборот раскачивается. И сжигание жира происходит усиленными темпами. Затем следует вернуться к режиму первого дня, чтобы и далее способствовать высокому уровню обмена веществ. Еще одно важное условие. Эта диета должна проводиться на фоне интенсивных тренировок. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok